Так, уважаемые коллеги, пока презентация загружается, спасибо большое, Татьяна Юрьевна, за организацию такого великолепного мероприятия. Я вчера целый день смотрел всю программу, было не оторваться, потому что спикеры – это концентрация самых современных знаний, и можно за 15 минут узнать результаты всех самых последних клинических исследований. Наша сессия, она такая же, она так насыщенная и очень интересная. У меня доклад про клинические исследования, про их важность в лечении рака лёгкого, но с методологической точки зрения, скорее, да? Почему? Потому что рак лёгкого – это является таким неким промоутером для выведения новых молекул на рынок, в том числе и рынок клинических исследований. Пойдём по следующему плану. Сложно предположить, какая аудитория нас слушает, поэтому я накидал несколько вопросов, и дальше у нас будут опросники, чтобы сформулировать, на что мы потратим эти 15 минут. Можно осветить вопрос, сколько клинических исследований рака лёгкого, какие тренды в протоколах сейчас есть, как стать исследователем, может быть, кого-то интересует это, куда направлять пациентов, как искать пациентов для клинических исследований. И можно взглянуть в будущее, как это всё будет развиваться дальше. Пожалуйста, это вопросники, опросники. Зайдите в приложение и ответьте на следующие вопросы. Всего 5 вопросов будет, мы тогда поймём, какая аудитория нас слушает. Ваша вовлечённость в клинические исследования. Если вы врач-исследователь – единица. Если я хочу стать исследователем – два. Направляю пациентов или хочу направлять пациентов – три. Интересуют результаты только. Если негативные отношения – это пять. И другое – это шесть. Если другое, то в комментариях, пожалуйста, тоже нам дайте обратную связь, чтобы было интересно, кто нас сейчас слушает. Было понятно. Так, ответы. Мы ждём ответа, да, наверное? Так, ой, ребята, как назад вернуть? Вижу. Всё, вижу, вижу. Да, Татьяна, видимо, права. 10 секунд тянутся бесконечно. Казалось бы. Так, работы врачом и следователем. Хочу стать врачом. Направляю. Отлично. Здорово, что все позитивно смотрят на клинические исследования. Нет ни одного человека, который против клинических исследований. Следующий вопрос, пожалуйста. Для больных раком лёгкого всё-таки когда лучше рассматривать возможность принятия им участия в клиническом исследовании? При постановке диагноза или когда уже исчерпаны все рутинные методы, пускай даже самые инновационные? Или, может быть, вообще никогда? Хотя я уже так понимаю, что таких у нас нет. Пауза. Да. При постановке диагноза здорово. Это очень хорошо. Но ещё пока есть в наших рядах те люди, которые думают, что после исчерпания ресурсов. Всего пять вопросов. Третий. Больные раком лёгкого. Вы отправляете, это вопрос не для исследователей, пожалуйста, потому что от тех, кто написал, что отправляет. При возможности или всё-таки есть какие-то сложности? В общем, да, мне кажется, вопрос немножко такой. Когда вчера я вечером придумал, мне кажется, очень актуально. Превозможно, ну да, да, да. Это вот он как-то. Волшебство статистики. Если правильно построить гипотезу, ты можешь получить вполне очевидный результат. Так, дальше. Что мешает отправлять таких больных в клинические исследования? Потому что, в общем-то, наверное, есть с этим сложности. Потому что не все пациенты получают у нас лечение в рамках клинических исследований. Это необходимость выполнять свой план. Может быть, там, те же самые КСГ. Отсутствие информации о клинических исследованиях. Отсутствие заинтересованности различного порядка, в том числе, может быть, материальной. Может быть, ну, четвёртый у нас таких нет людей. Пятый, если другое что-то мешает. Так, ну что ж, отлично. В общем, уже программа сформирована. Я понимаю, на что надо обратить внимание. Последний вопрос, наверное, нет смысла запускать. Ребята, мы его пробегаем. Потому что я остановлюсь, как можно получить информацию про клинические исследования. Потому что там, в общем-то, по предыдущим понятно. Итак, мы пойдём по плану, но с некоторыми корректировками. На этом графике цифры. Цифры по количеству клинических исследований рака лёгкого в России с 2015 по 2019 год. В среднем 20 исследований запускаются, одобряются Минздравом. И, как вы видите, в основном это третья фаза. Вторая. Было несколько буквально штук. Это первая фаза, когда был первый контакт лекарственного препарата с человеческим организмом на территории России. Это, причём надо сказать, что рак лёгкого – это самый массовый, да, сегмент проведения клинических исследований в онкологии. И вот такие у нас цифры. По количеству субъектов, которые одобряются Минздравом, 2,5 тысячи человек. Причём, надо сказать, что это, наверное, можно сказать, что много, да, с одной стороны. Но, с другой стороны, нет, потому что это конкурентный набор. И реальные цифры, сколько включено пациентов клинических исследований в России, ну, по меньшему или в открытом доступе нет. Я взял данные на сайте М.Д. Андерсона, да, там за всю страну мы смотрели, здесь М.Д. Андерсон в год больше 5 тысяч протоколов, 26 тысяч новых пациентов. По раку лёгкого первая фаза только исследований проводится больше 500, по всем остальным фазам 4300 исследований. Это, ну, много, и я не ошибусь, если скажу, что клинических исследований, ну, в 100 раз меньше, чем во всём мире, во всех отношениях. И в количественном, и по количеству протоколов, и по количеству почти включённых пациентов. Хорошие-то цифры, конечно, нет, и почему я решил остановиться на этих цифрах, потому что у каждого из нас есть возможность улучшить ситуацию, потому что с учётом того, что ответила наша аудитория, клинические исследования хорошие, и от каждого из нас зависит то, как будут развиваться клинические исследования в России, насколько их будет больше, и насколько будет больше возможностей и для врачей, и для пациентов выбирать варианты. Какие тренды есть в клинических исследованиях? Это таблица с презентацией Константина Гудкова на Life Science Invest Partnering Russia. В 2018 году наше учреждение проводило конференцию, посвящённую стратегии развития фарма 2020. Там планировался большой блок по развитию клинических исследований. Татьяна Юрьевна тоже принимала участие в разработке этого блока. Какая-то презентация оттуда, там собрались достаточно известные люди, аналитики и представители заказчиков, которые знают ситуацию в целом по всему миру. И удивительно, что за последнее время стоимость второй и третьей фазы, она только в 65% окупается. И она занимает большую часть разработки. Если вы посмотрите, всё остальное, поиск до клиника, первая фаза, это гораздо меньше, чем всё остальное. При этом и на третьей, и на второй фазе выживает протоколов, проектов очень мало. Ну, относительно мало. Раньше считалось, что если до третьей фазы дошёл проект, то это, скорее всего, 80%, теперь это 62%. На этом слайде есть тренды, которые, ну, наблюдаются за последнее время. Если посмотреть по сложности протоколов, например, по критериям включения, да, это вот нижняя табличка, раньше в среднем было 31 критерий, сейчас 46 критериев вырастает, очень сложно набирать пациентов. И по даже страницам протоколов, раньше протокол клинического исследования включался 55 страниц, сейчас уже 170 с лишним. И далее. К чему всё идёт? Идёт к тому, что исследований будет всё-таки меньше, пациентов тоже будут включаться меньше, будет использоваться меньше центров, меньше будет вовлечено стран, проекты будут сложнее и дороже. При этом они будут значительно дороже, потому что к 2025 году, вот, по данным аналитиков, вырастает в несколько раз стоимость всех исследований. Но как, да, стоимость растёт, а исследований меньше. В чём особенность? Особенность в том, что меняется подход к дизайну исследований, используется, и уже многие проводят у себя исследования по принципу мастер-протоколов. Это исследование начинается с определёнными гипотезами, да, это не векторное, и конкретное сравнение контрольной группы и группы, получающих исследований препарат. Это перемешанные потоки информации, которые, в общем и целом, сейчас имеют три традиционных подхода. Это эффект, не эффект, а дизайн по принципу корзина, когда берётся один лекарственный препарат, таргетный препарат в онкологии, берётся несколько видов рака, и он начинает отдаваться всем пациентам. И в зависимости от того, какая группа реагирует более интересно для разработчика, туда уже смещается весь протокол. При этом рандомизация тоже адаптивная, и реакция заказчика клинического исследования прямо в реальном времени происходит. Второй популярный дизайн, так называемый зонтичный дизайн, когда, наоборот, одна нозологическая группа в одном же исследовании, но применяется большое количество разных препаратов, их комбинация, различные дозировки. Это тоже интересно, потому что один и тот же самый пациент может переходить из группы в группу, и таким образом достигается относительно небольшое количество пациентов и относительно небольшое количество данных для статистиков, чтобы обчитывать эффективность и безопасность препарата. Самый сложный дизайн – это дизайн платформенный. Когда мы начинаем с большого количества гипотез, мы не знаем, в какую сторону нас повернётся, и выкинуть мы никакую гипотезу не можем, потому что у всех у них имеется какая-то определенная доля реализации. Используются новые инструменты статистики, в частности, БОЭСовская статистика. Это интересно. Раньше в клинические исследования не применяли. Есть исследование, которое было начато в 2006 году. Это пионерское исследование, так называемое BATTLE-1, немелкоклеточный рак лёгкого, как раз потому что я вначале говорил в своё сообщение, что рак лёгкого – это действительно такой промоутер, на нём очень много интересного и гипотез по лекарственным препаратам отрабатывается, и по дизайну протоколов. Вторая линия, вторая фаза – пациенты были включены, по результатам биомаркеров они были распределены сразу на все четыре группы и получали таргетный препарат. Это у нас, если вы помните, это зонтичный дизайн. Да, тут написано. Ну, и так, с учётом того, что ответили на наши слушатели, я вкратце остановлюсь, как всё-таки найти себя в клинических исследованиях. Со следующего года у нас меняется ситуация, когда медицинские исследовательские центры уже могут не аккредитовываться на право проведения клинических исследований, и клиническими исследованиями может заниматься фактически любое медицинское учреждение. Но есть обременение для врача, да, он должен иметь трёхлетний опыт работы в клинических исследованиях. Это может быть либо опыт члена команды, либо опыт проведения инициативных исследований. Я вот как раз хочу сейчас обратить внимание, почему я этот пункт вынес, что работа в клинических исследованиях – это не обязательно работа в клинических исследованиях, спонсируемых индустрией. Очень интересный мир инициативных исследований, в которых можно себя найти, можно прокачать свои, как это говорится ныне, скиллы, да, и дальше уже двигаться в исследованиях спонсируемых форм индустрии. По подходам, как стать членом команды, это сейчас дальше расскажу, потому что тут у нас есть проект на нашем институте. Мы создали платформу для возможности направления пациентов в клинические исследования. Он размещен на нашем сайте института Петрова и на сайте mika.help. Это достаточно простой опросник, да, заходишь, заполняешь параметры пациентов. Мы также создали базу данных клинических исследований по всей территории России. И в этой базе данных информация с сайта ГРЛС, clinical trials.gov, с сайта учреждений, которые проводят клинические исследования, там же информация от тех учреждений, которые нам присылают актуальные свои клинические исследования. И происходит просто сопоставление параметров пациентов и тех исследований, которые есть. Пациенту сообщается, это федеральная история, она совершенно работает на всей территории России, пациенту сообщается, в каких местах ближе к его месту жительства проводятся, какие конкретные клинические исследования. Если пациент это интересует, связывается с исследователями по телефону, да, и договаривается о консультации. Либо это телемедицинская консультация, либо пациент едет на консультацию к врачу. При этом у нас нету идеи, и это не работает так, что мы находим пациентов и тянем их обязательно в наш институт. Платформа работает для того, чтобы пациентам было проще найти исследование, и пациент в итоге сам выбирает, где ему принимать участие в исследовании. Те врачи, которые к нам присылают пациентов, они потом становятся у нас по договору с членами команды. У нас в институте Петрово разработан специальный реферол договор, и официально эти врачи могут стать членами команды, и в дальнейшем они могут организовать исследование себя на территории. Здесь небольшой клинический случай, как раз как сработала и анкета, и эффективность лечения в рамках клинических исследований. Пациент в 2017 году начал лечение, в 2020 году эффект сохраняется. И тут я бы остановился не на клинических параметрах больше, а на таких, на социальных, скажем, параметрах. У пациента три года качественной жизни, обследование и лечение, несмотря на ковид и на всякие сложности, стабильное. У него авиабилеты, он не из Санкт-Петербурга, приезжает постоянно раз в месяц, прилетает, ему оплачивается это спонсор. Такси, он тоже передвигается по городу за счет спонсора. Он удовлетворен и вовлечен в процесс, он чувствует себя важной частью общества. И от этого тоже, в общем-то, эффект лечения. Тоже важно знать для тех, кто, может быть, размышляет, отправлять ли пациентов в клинические исследования или нет, что эффект лечения в рамках клинических исследований гораздо выше, чем в рутине. Ну и в небюджетные средства. Это, наверное, отдельная тема для разговоров. И вот у нас как раз последний пункт. Это врач по месту жительства стал членом команды, мы заключили с ним договор. Чем я хотел закончить? Да, что чем больше клинических исследований по терапии рака легкого и других онкологических заболеваний, тем лучше. Это аксиома, да, и от каждого из нас зависит, как это будет в нашей стране. За последние 10 лет никаких перемен в лучшую сторону нету. С учетом того, что происходит в каких-то макроэкономических или политических полях, возможно, это тоже как-то затронет объем и количество клинических исследований. И нам в этих условиях, врачам и следователям, надо работать очень старательно. Да, и один из основных трендов в последнее время, помимо удивительных дизайнов, протоколов, это значительное требование к качеству клинических исследований. Вот. И раньше Россия, она выходила на рынки клинических исследований за счет того, что очень много сильно набирали пациентов. Но вот сегодня Сергей Владимирович сказал, что исследования идут по пути найти одного пациента из 500, да, и более, это очень сложно. И тут исследователи без коммуникации с врачами из других больниц, те, которые смотрят пациентов, наверное, толком справляться со своими задачами не могут. Важно выстраивать вот эти вот параллели, не только межличностных, основанные на межличностных отношениях, а все-таки создавать какую-то коммуникацию в пространстве интернета. Сейчас, когда все так возможно, мы сделали вот этот небольшой шаг, поэтому предлагаю проверить и попробовать, как это работает. И врачам направлять к нам, да, пациентов вот в эту вот платформу. Мы со своей стороны берем на себя обязательство давать пациенту максимум информации о всех проводимых исследованиях, если такие исследования для него есть. Потому что, к сожалению, с учетом того, что небольшое количество проводится исследований, не каждому пациенту можно подобрать подходящий вариант лечения в рамках КИИ. Вот. И тем, кто хочет все-таки вовлечься в процесс проведения исследований, это не ориентироваться на спонсируемые клинические исследования, спонсируемые фармоиндустрии, а больше обращать внимание на возможности проводить инициативные исследования, потому что новые виды дизайна позволяют на трех пациентов уже проверить какую-то гипотезу. Да, есть статья, он в презентации давал, там, можно почитать, действительно, на трех пациентов уже можно проверить какую-то гипотезу. Вот. И в завершение хотелось сказать, чтобы систематизировать работу по развитию клинических исследований, пятый год проводим на форуме «Белые ночи» сессию, посвященную клиническим исследованиям, и приглашаю участвовать в этой сессии, посуждать, потому что там собираются фактически все представители фармкомпаний, заказчиков клинических исследований в онкологии, обсуждаются актуальные вопросы, и иногда не хватает динамики ответа на запросы заказчиков и со стороны исследователей. Чем больше и быстрее мы будем отвечать на эти запросы, тем больше, возможно, в России будет полезных для всех клинических исследований. Спасибо большое, коллеги. Спасибо.